Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Там, смотрю, уже полилась такая грязь. Прошу вас очень сильно не пишите по поводу вот инсценировки убийства Бабченко. Это была спецоперация. По всем СМИ, как у нас, так и по всему миру, пошла такая новость. Официальные СМИ, еще раз говорю, это не где-то непроверенные данные, как люди пишут, у которых недалекие умом. Это проверенные данные, раз это официальные СМИ сообщили. Итак, сообщили, что пятый канал, я вам говорила, сообщили, и не только пятый, многие каналы, официальные СМИ, интернет-издания и так далее, сообщили о том, что это по всему миру, убили журналистов. Я читала постоянно его рубрики, я постоянно его публикации читала, я слушала его очень интересные интервью. Почему я за ним следила? Потому что у него приемных шесть человек детей. Для меня это очень важно, для меня это человек показатель. показатель мужества, честности и так далее. Я об этом сказала, для меня это была трагедия, просто трагедия. Вот сказав такую информацию, просто вот был надрыв такой у меня, понимаете. После этого, не прошло и суток, вышло опровержение. Вот посмотрите, бабченко жив и что происходит. Значит, это лента РУ называется, 30 мая, 2018 год, среда. Вот, то есть это не откуда-то непроверенные факты, а все факты у меня всегда проверенные. Первое, если официальная СМИ говорила, то весь мир об этом узнал. Это была официальная вот такая вот операция, спецоперация. И вот прошла пресс-конференция по этому так называемому убийству бабченко. И пришел бабченко. Служба безопасности Украины все подробно рассказала. Это была инсценировка в рамках спецоперации, поскольку ему угрожали. И уже даже были заплачены деньги. И в этот момент, вот вы все можете прочитать. Вот я специально увеличу вам. И я вам показала, что это за, где я это взяла. Вот, я читаю. По данным СБУ, некий гражданин Украины, Г, был завербован такими-то спецслужбами. Он получил задание за денежное вознаграждение найти исполнителей для совершения ряда актов. В общем, это все их там данные и все такое прочее. В общем, они смогли, что они сделали? Они смогли противостоять уничтожению этого человека. Кроме того, что они сказали, что это не единственная цель. Дальше они говорят, что организатор планировал несколько жертв сделать. И они сказали, что исполнителя уже задержали. И Бабченко извинился перед всеми. Вот это для меня было очень важно. Поскольку то, что, допустим, прочувствовала я, а я переживаю больше за семью. Потому что, ну, вот политические вот эти игры, мне с ними все понятно, давным-давно понятно. Поэтому я об этом особо не говорю. Мне все понятно с этим, ясно. Но вот дети, как бы эти шесть детей, вот именно это меня очень волновало. Это приемные дети у Бабченко. Как бы они были. И вот, выступая на брифинге, он журналист. Он извинился перед всеми и признался, что сам хоронил коллег. И помнит это тошнотно-блевотное чувство. Он также поблагодарил Службу безопасности Украины за спасение жизни, своей жизни. И Бабченко признался, что узнал о спецоперации месяц назад. И предотвращены другие, более масштабные теракты, добавил он. Поэтому я его извинения принимаю, поскольку я очень сильно была сегодня огорчена. И по словам Бабченко, заказчик получил такую-то сумму денег. Ну, в общем, вы все можете это прочитать. Вот. Теперь журналисту вот приставили охрану. И что еще? Ну, а кто-то, значит, в МИД усмотрели в спецоперации пропагандистский эффект. Ну, понятно, это уже меня не интересует, что там и где там. Я, самое главное, рада тому, что он извинился, и что он жив, здоров, и что детки, в принципе, будут с отцом и с мамой, и все в порядке. И слава Богу! Теперь, думаю, он будет жить долго-долго и счастливо. Раз нужна была эта операция, значит, нужна. Потому что уж слишком много смертей происходит. Понимаете? И я знала, я знала, что служба у нас уже работает очень мощно. И задержания идут. Сбор информации также идет. Вот свидетельские показания. Все собирается. И, как я уже говорила, все это скоро, мне кажется, закончится. Все закончится. Мне кажется, и война закончится. Так хочется мира. И вот такая вот инсценировка, что исполнитель получил досье на Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, в том числе персональные данные, его жены, родителей, детей, номера их телефонов, банковских счетов, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные и так далее. Это объявил Грицак. Вот. И что было передано? 15 тысяч долларов в качестве задатка. И, в общем, короче, это просто как будто страшный сон. Я представляю, что пережила сама семья. Хотя они, в принципе, знали. Вот он улыбается, в принципе, он как бы, так я смотрю, не шокирован. Шокированы мы больше. Но жизнь есть жизнь, что было, то было. Для меня потеря кормильца для шести деток, для меня он светлый человек, для меня все-таки это радостная весть, что он жив. Для меня все-таки это одна, пусть маленькая победа, успешная операция, которая сохранила жизнь человеку. Это очень важно. В плане политики мне все ясно всегда было. Я, в принципе, даже не собираюсь ни у кого спрашивать, никакие советы. А в плане некоторых комментариев, очень резких в мой адрес, я, когда услышала смерть человека, я отреагировала так, как я отреагировала. Другой я не бываю, я такая. И когда его опровергли, я точно так же опровержение тут же выставила. Потом я убрала оба видео и делаю вот такой вот пиццу. То есть я делаю итог, вот вывод. Вот такой вот вывод. Вывод у нас следующий, что ему долго звонили, его предупреждали, его пугали. Человек скрывался в Чехии, человек скрывался в Киеве, ну, в Украине. Человек скрывался, потому что его семью и его запугивали. А ему надо жить. А ему надо жить. У него шесть приёмных детей. Ему надо жить. И я представляю, как вот он обращался, он обращался в Службу Беспеки Украины. И Служба Беспеки помогла ему. Помогла ему сохранить ему жизнь. Ну вот и всё. Конечно, он работал тоже немало. Он собирал всю информацию, кто ему угрожает, откуда. Что, слава Богу, сейчас системы интернета можно проследить, можно прослушать звонки, можно проследить и выяснить, что и как. Ну, а я считаю, что эта операция была блестящая. Блестящая инсценировка в рамках спецоперации. Прекрасно. В принципе, смогли разоблачить, найти, обезвредить и сохранить жизнь. Браво, ребята! Браво! Ребятам браво! Вот всё, что я могу сказать. Будьте благословенны вы, ваши близкие. Дай Бог вам здоровья. И следующее видео у меня выйдет по поводу вот то, что я пережила. Я не могу передать, что я пережила. И мне пришло в голову письмо одного человека, который прожил жизнь без отца. Но в то же самое время его отец был рядом с ним всегда. Вот как так получилось? Вы узнаете в следующем письме. Такое тоже бывает. А я люблю вас всех. И никогда не психую, не дёргаюсь. Всё! Я с вами не разговариваю, раз вы такое написали. Нет, ребят, прекратите. Если кто-то отписывается, отписывается тихо, молча. Нажал на кнопочку и всё. А если кто-то подписывается, подписывается не молча, нажимает и говорит, я подписался, я с вами или просто меня зовут так-то, чтобы я знала, что у меня появилась новая интернет-сестрёнка или интернет-братишка, за которых я всегда молюсь. Пока-пока! Люблю вас! Субтитры создавал DimaTorzok